МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам о бизнес-форуме. Он уже не первый год проходит. Расскажите о его идее. Когда она зародилась и в чем его уникальность? В этом году бизнес-форум 3.0. Это значит, что он проводится в третий раз. И три года назад нам пришла идея в кругу известных предпринимателей города Барновола, что мы хотим развиваться, получать новые знания, общаться с предпринимателями нашего города, Алтайского края и создавать некое сообщество и комьюнити. И это получилось. В этом году форум проводится в третий раз. У него есть своя определенная миссия. Тема этого форума звучит «Путь к мечте». Ведь именно мечта для предпринимателя является тем необуреваемым желанием двигаться вперед, ставить цель, развиваться, ну и получать результат. Именно благодаря мечтам предпринимателей мир у нас меняется каждый год и очень много таких доказательств. Поэтому нам хочется, чтобы наши предприниматели перезагрузились, познакомились, пообщались, получили определенную энергию, новые знания и двигались в развитие своего дела, нашего города и края. Вот, собственно, и все основные тезисы о том, откуда взялась идея и к чему мы сегодня пришли. Артем, вы один из спикеров форума. Чем будете удивлять, о чем рассказывать? Знаете, я выступаю в роли спикера впервые. И, собственно, как Артем правильно сказал, мы собираемся там для получения энергии, для того, чтобы объединиться, соединиться в каких-то мыслях и идеях и, в общем, транслировать их на публику. Собственно, моей темой выступления будет «6 бизнесов в одном комплексе. Как создать экосистему и управлять ею». То есть это та тема, о которой, я считаю, мне есть что рассказать, и я бы хотел с этим поделиться и принести какую-то пользу обществу. Вот, собственно, моя такая миссия на вот этом форуме. Самый главный посыл предпринимателям, какой он от вас? Посыл, знаете, некоторые вещи, возможно, многие скажут, потому что они очевидны, о которых я буду говорить. Но, конечно же, первоочередно люди приходят туда заряжаться энергией. И, собственно, я бы хотел, чтобы это не просто было выступление, а что-то вроде интерактива вместе с публикой, чтобы мы вместе подзаряжались и вышли оттуда более вдохновленные на новые подвиги. Артем, как менялся формат бизнес-форума? Он существует уже три года. Каждый год это что-то новое. В основе форума лежат, конечно же, идеи конкретных людей, предпринимателей из разных сфер. И я, наверное, сегодня вполне осознанно говорю о том, что форум – это вот именно стыковка разных миров или разных предпринимателей из разных ниш. Поэтому форум – это и некое шоу, в первую очередь, это и некие серьезные глубинные знания, это высокая экспертность, и в то же время это личный опыт каждого спикера. Ведь команда спикеров в этом году – это, знаете, ну, наверное, золотая команда предпринимателей разных времен Алтайского края. От, я называю их, мэтров – это Юрий Нишамков, это Сергей Николаевич Прип, Андрей Викчистепурко, и это средние предприниматели по возрасту, я имею в виду, и достаточно молодые. Но всех их объединяет одно – это сегодня серьезные проекты, это желание жить, в первую очередь, и работать на Алтае, и двигаться вместе, собирая вот команду людей, у которых не просто бизнес, а одинаковые жизненные ценности. Ведь это нас сегодня, на самом деле, очень серьезно интересует. Почему? Потому что вот те самые волшебные союзы или коллаборации, как можно сегодня говорить, они возможны только тогда, когда не только есть бизнес-интересы, но и есть осознанное понимание, что люди способны понимать друг друга, а следовательно, и реализовывать что-то вместе. Артем, а вы перед кем хотели бы выступать? Кого вы бы хотели видеть в зале? Знаете, я бы хотел, чтобы там были люди, которые либо уже в бизнесе, но на первых стадиях его развития, либо только хотят завести свой бизнес. То есть я думаю, мне… Ну, я вижу там именно такую публику, вот как-то так. Да, а как вы думаете, кому было бы интересно, помимо предпринимателей, может быть, там совсем начинающим предпринимателям? Мы доподлинно знаем тот портрет участника бизнес-форума, потому что в первом году у нас было 250 участников, а в прошлом году это был полный аншлаг. 322 участника, и мы тогда, конечно же, просто осознали, что те идеи, которые мы доносим, они по-настоящему откликаются и другим людям. Это предприниматели в широком смысле этого слова от начинающих, от фрилансеров, микробизнеса, средней бизнеса, что называется топ-менеджмент. У форума есть конкретная технология, она называется сегодня там модули, что это такое? Это короткие выступления, 20-30 минут, абсолютно без воды, только практика, только личный опыт и оценка ситуации. В этом и есть определенная новизна. Но самое главное, что ключевая тема – это мышление, мышление предпринимателя. И нам удалось привезти из Москвы одного из ведущих федеральных спикеров в области именно мышления предпринимателя Натальи Бишлева. Мы гордимся, Наталья будет выступать на основной части форума, но и будет закрытая кулуарная часть в вечернее время для тех людей, которые хотели бы максимально погрузиться в мышление предпринимателя. Для нас сегодня эта тема ключевая. Почему? Потому что сегодня настолько много информации, и если ты хочешь вообще чему-то научиться, это, мне кажется, сделать очень легко. Зайди в интернет, найди себе ментора или наставника, с этим все понятно. Ну а вот именно мышление – это ключевая точка такого, знаете, уникального пошагового подъема на новый уровень. И вот когда ты начинаешь понимать, как мыслили поистине масштабные предприниматели, тебе открывается некая совершенно другая картина возможностей в предпринимательстве. А возможностей у нас много. Мы очень четко и уверенно заявляем, что вся команда спикеров и команда организаторов, мы любим свой город, мы любим свой край, мы все однозначно будем жить здесь, а значит будем трудиться и работать во имя нашего региона, во имя нашего Алтайского края. Артем, вы впервые выступаете на форуме. Присутствует ли какое-то волнение или абсолютно нет? Конечно же оно присутствует, но это выступление, как и любые рамки и страхи, которые мы преодолеваем по жизни, этого не стоит бояться. Ровно так же, когда я начинал свою карьеру гонщика, у меня была проблема с публичной деятельностью. Мы начали снимать YouTube-канал «Ран Тюмаран», на котором у меня постоянно происходили какие-то трудности, в общем, именно в плане съемки, именно в плане публичной деятельности. И я считаю, что каждый человек должен развиваться в разностороннем порядке и пробовать себя во всем. Собственно, для меня этот форум еще и возможность попробовать себя в роли спикера, которым я никогда не был, и, собственно, и понять, насколько польза будет от этого для меня, для публики, который меня послушает, и какие впечатления вообще будут у всех людей вокруг, в том числе и у меня. Аналогичные форумы у нас в стране есть? На протяжении последних, наверное, десяти лет в нашей стране очень активно развивается, вот именно, я бы назвал даже, можно сказать, индустрия или какой-то отдельный блок подобных мероприятий, от самых, знаете, маленьких до очень больших. Это говорит лишь только об одном, что данная технология взаимодействия людей, она сегодня актуальна и, б, она перспективна. Почему? Потому что за один день, полный рабочий день, а форум продлится с, буквально с десяти утра и закончится в одиннадцать вечера, вот один день предприниматель уделяет своей жизни своему развитию, и это определенная перезагрузка. И выход из зоны комфорта. Для кого-то выход из зоны комфорта, нужно просто стать участником мероприятия. Конечно, для спикеров, для действующих предпринимателей, это большой выход из зоны комфорта, потому что, ну вот Артем, да, мы знаем его как серийного предпринимателя, его предприятия известны в городе практически всем. Но вот как спикер, для него это новинка, но опыт настолько сегодня уже богатый, что есть чем делиться. И вот, ну, наверное, активность людей, их желание развиваться и выходить из зоны комфорта, это как раз и, ну, определенный вызов и для каждого спикера. И поверьте, что если даже мы говорим о руководителях высочайшего уровня в Алтайском крае, выйти на публику концертного зала, это достаточно волнительно. Но и вызов для организаторов, потому что мы берем полную ответственность и осознанность о том, что мы должны обеспечить качество, мы должны обеспечить уровень и комфорт. И мы все, вот всей командой, мы, безусловно, хотим сказать одно, что форум, он есть, он востребован, а значит, мы каждый год делаем его лучше, делаем его проработаннее, делаем его системнее и углубляемся именно в смыслы. Может быть, вы наблюдали, меняет ли бизнес-форум, который вы проводите, жизнь людей? Может быть, какой-то конкретный пример? Да. У нас в прошлом году выступали спикерами достаточно молодые ребята, эксперты в определенных нишах, и за этот год они дошли практически до федерального уровня. Почему? Потому что, ну, увидели вот эти возможности свои. Есть конкретные примеры, когда приходили предприниматели на один из, так скажем, бизнес-разборов от бизнес-сообщества Сил Алтая, и, знаете, все очевидно, но когда расставили по пунктам, где есть определенные недоработки, недоосмысления, то сразу их дело, оно начало просто взлетать. Да, действительно, нам написали о том, что, ребят, спасибо, после форума мы увеличили оборот своей компании практически в два раза, ну, что может быть, ну, просто вот приятнее. Получается, один день поменял жизнь. Ну, поменял мышление, я думаю. И мышление, и мышление. Знаете, мы не про, мы не говорим сегодня про рекламу, мы не говорим сегодня, что мы хотим кого-то чему-то учить. Вот абсолютно нет. Мы сами простые, действующие предприниматели, живущие на Алтае. И вот лично меня волнует развитие. Развивайся сам, и если у тебя есть сегодня возможность, давай возможность другим. Чем больше в нашем городе будет каких-то инициатив, связанные с развитием бизнеса, с развитием мышления в предпринимательстве, тем у нашего города и края просто будет больше шансов. Для того, чтобы здесь были интересные идеи, крутые люди, классные события, мероприятия, появлялись новые фирмы, приходили инвесторы. И все это зависит только от людей. И только от нас. А я глубоко убежден, что сегодня у нас есть абсолютно все, для того, чтобы делать вот эти пошаговые подъемы по ступенькам. И команда форума, и ее идейные вдохновители, они же ярко этому подтверждение. Мы помним историю Димы Иванова, все знают компанию «Гриллинс», когда от простого маленького ларька по продаже с колбасой сегодня это федеральная сеть, которая была признана номер один в стране. И это же вот колоссальный труд, но это большая мечта. Предприятие Артема, предприятие производственное наших друзей, их очень много, понимаете? И это феномен. И форум – это возможность познакомиться лично, вот с носителями вот этой идеи и понять его внутреннее состояние. Так чем же его вот двигало, идти на этот колоссальный риск? Потому что любой бизнес – это всегда, в первую очередь, риск. И напомним, где это все состоится? Концертный зал «Агик». Это находится и адрес, вот, к сожалению, не знаю. Концертный зал «Агик», проспект Ленина, 66, 27 апреля. Очень важно знать, что есть сайт «Барнаул бизнес форум». В интернете можно найти, там можно познакомиться со всей обширной программой, узнать основные тезисы про мероприятия, выбрать любой понравившийся билет от самого простого и вариантов очень много. Есть режим онлайн-трансляции, есть режим закрытой встречи с нашим федеральным партнером и спикером Натальей Бишлио как раз на тему предпринимательства. Но и самое главное – познакомиться с интересными людьми, и окунуться в мир энергии предпринимателей. Спасибо вам за прекрасный разговор. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии был Артем Сингач и Артем Рейсбих. Продолжение следует...